спасибо большое всем кто пришел в этот замечательный день так слышно это я проверяю микрофон вот говорят что его надо есть я его сейчас буду есть слышно всем там наверху тоже спасибо ну погнали значит я сяду потому что надо садиться подниматься всем спасибо архитектура вещь не очень публичная на самом деле вернее архитектура то публичная а вот мы архитектор не очень публичные люди как получается но спасибо что нас вытаскивает на свет и спасибо что позволяет делиться своими соображениями разными ну всякими вот сегодня у меня такая программа какая-то своя я хочу немножко себе любимым а потом поскольку архитектура вещь абсолютно коллективная я буду говорить сначала я а потом я буду говорить уже мы потому что за каждым объектом это в общем огромные какие-то ресурсы человеческие за каждым объектом персонали за каждым объектом масса всяких перипетий и вот вторая часть она будет посвящена наверное историк так мельком истории объектов не официальная такой вот какая она была на самом деле а была она очень разный мне страшно повезло в этой жизни я родился семье в которой архитектура была главным наверное отец архитектор и практиковал очень много и построил достаточно много только не в москве у него замечательный театр в ташкенте у него хотя семья московской даже редкий случай когда не уходили из своей старой квартиры то есть 1893 года на одном и том же месте всегда жили но тем не менее он строил во многих городах а вот москве у него было всего две вещи это павильон о котором говорила только что елена и тишинский рынок это и другая вещь были деревянные ветки и поэтому их смесли дальше я расскажу и покажу а вот повезло потому что отец был архитектором а мама искусствоведом на всю жизнь занималась архитектурой сорок восьмого года занималась советским авангардом очень его любила поэтому выкинула все бабушкины буфеты на помойку и заменила замечательной авангардной мебелью которая теперь уже тоже стала такой ретрухой много было всяких смешных вещей связанных с семейством первое мое впечатление от жизни это я стою в кроватке в деревянный отец в белой рубашке священодействует чё-то на горизонтальной такой плоскости тогда архитекторы все чертили только на плоских столах нависая над ними вот он что-то там делает и 4 такой только потом мы в марте когда я был уже в институте я понял что это он тер китайскую тушь это тоже такой вот процесс его все это было красиво еще в руках у него был абсолютно забытый предмет который я вот так играл на столе оказался это пропорциональный циркуль так называемый золотой циркуль там была такая черточка это черточка обозначал золотое сечение там 0 111 одного конца раствора этого циркуля была маленькая часть с другого конца была большая часть и вот это пропорциональный циркуль это просто был настольный предмет тогда и вообще вот как бы все было по-другому союз архитекторов был малюсенький я сейчас посмотрел на это кино там сидит какой-то дядя совершенно незнакомый что-то говорит вообще очень все странно время летит очень быстро ощущение бодрое остается а вот смотришь на все как-то уже и время проходит сейчас начну листать картинки и немножко опять же биографические вещи чуть-чуть не сильно буду утомлять я надеюсь сейчас если пульт пульт там я буду уже здесь да я сейчас привыкну где стрелочка где вот и вот такая следующая вот детский университет в доме архитекторов в том самом который мы сейчас ходим был детский университет мне страшно повезло в жизни я ходил туда в самые интересные годы когда лекции читали брунов бунин там и прочие самые интересные люди вообще и учителя были прекрасные и михаил бархин заведовал этим университетом и елена новикова вообще был все прекрасно и вдруг ну вот мы все ходили бегали чет делали и там давали премии вот я получил первую премию за вот этот замечательный проект детской площадке это был ящик наполненный пшеном сделан был очень быстро я пошел в магазин где достал денег из родительских карманов и купил кучу спиц на эти спицы насадил бумажки и вот это был такой проект он вдруг получил первое время я страшно возгордился это было в 1867 году оговорка прекрасная да это все правильно а в институт не поступил вернее поступил на вечерний факультет но сдавал экзамены очень плохо поэтому оказался действительно в кавалерийском полку вот вот это вот это я вот это вот вот это вот существо да а там вот там да и вот здесь вот здесь да это учение кавалерийского полка когда он в полном составе там все шесть эскадронов еще это был замечательное время и замечательная служба потому что до сих пор мы вспоминаем и даже заказчик у меня появился бывший пыль однополчайники это было и были учения вот это были съемки это съемки ватерлоу кто-то говорил что если бы у наполеона была такая армия как у бандерчука он бы не проиграл ватерлоу это как раз вот это французская гусарская форма там не видно но там валяются всюду какие-то муляжи в в общем куча народ тысячи лошадей и не знаю 10 тысяч пехоты минимум наверно это вот бивак как раз и вот это я хожу ищу опа вот это вот вот это вот попал вот поскольку я опаздывал пол вот это самая нижняя лошадь это я а вот это я хожу ищу место за столом а снимают вот этого человека ну вот но все понятно по моему архитектору попасть туда было очень интересно потому что мало того ну как бы вот говорят красный синий значит здесь зеленых не было были черные это были прусаки были синие это были французы но в данном случае синие с белым да и были красные вот увидишь гэт красного руби увидишь я уже почитал стендале к этому времени уже понимал где кто и вообще было интересно защита диплома диплом был сумасшедший очень много рабов 25 человек мне помогала мальчиков и девочек и вот тогда я понял в армии там я понял что такое синергия вот это вот ощущение потрясающее когда все работают с тобой вместе когда друзья когда все приятели кого здесь только не было ну в зале есть много народу которые рабствовали я помню всем благодарен страшно потому что вот этот макет делал саш логутин который на первом плане приходили старшие саша осадов с мариной уже кончили институт к этому времени они приходили помогали вообще было ну просто дивно бархин наш учитель и я учился у бархина не красного а играющим тренером по конкурсам был всегда лежала так вот бархин сказал что миша готовьтесь двойки не не падайте потому что в этот момент тренд был совершенно другой такой жесткий модернизм прекрасная архитектура вот ну наверное саша покажет когда будет его лекция он покажет какие были дипломы в то время у меня была такая кудрявая архитектура мир всегда нравился гарния ну вот как бы в эту сторону а это было вообще потрясающая штука это мы жили у такого индуса с галей как уже другое время в другую историческую эпоху но вот эта линия кудрявая она продолжалась он нас выбрал по гороскопу причем надо было дать год рождения день рождения и час рождения это был гуру махариша который сидел в голландии в этот момент это вот тот самый индус цветами которые там с бетлами то дружил то не дружил но вот замечательный совершенно человек оказался а дел был так спустился руководитель мастерской здесь вот есть люди которые знают его такой александр поляк и говорят миш хочешь на халяву голландию съездить я говорю конечно хочу время было очень мутное это было начало 90-х и но почему нет а что надо сделать ничего написать на бумажке день рождения год рождения и еще взять цветочек где-нибудь тебе и жене надо чтобы оба были архитекторы взять по цветочку по сладкому фрукту белую тряпочку обязательно и свечку но тут значит все это было найдено где-то по закромам квартиры мы пришли в какой-то поехать надо было куда-то в лосиноостровскую там бог знает куда мы приехали огромный ангар и очень много знакомых муж жена все должны были быть архитектом на человек 200 там было или 300 я не знаю сколько вмещал этот ангар и еще одно было правило надо было быть босиком и в белой рубашке в галстуке при этом в общем как-то странно ходили такие люди научили нас медитировать потом сказать теперь ждите но тогда время было мутное было много всяких таймшеров и прочей всякой ерунды мы решили что так развлекались и ладно вдруг через два месяца пришло письмо билеты то есть 5 10 езжайте голландию нас провезли через всю голландию и приехали мы в страшный замок где занимались бог знает чем левитации медитации и прочими вещами тут я вспомнил свой диплом остатки диплома это были такие вера китайские которые раскрывались и под каждым этим веером оказывался такой кружочек и там зимний сад и всякие тропические растения но в общем по генплану очень похож на осколков которые потом всех вот все остальное как бы обменялась еще я вспомнил это дело потому что какой-то момент был опять синергетический когда весь архитектурный институт мы построили здесь приехали джигиты даже знакомые и надо было сделать цирк шапито парк культуры на набережной ну вот мы сделали все расписали все это был год 85 когда 40-летие победы а потом после 40-летия победы сразу фестиваль и была гениальная затея мы расписали все шапито зайчиками способом томасу эра там стояла очередь за был 4 бочки белая красная черная желтая и синяя краски и вот все значит ждали этой кисточки чтобы расписать от шапито было замечательно но причем тут война мы его расписали зайчиками а потом я говорю давайте возьмем маскировочную сетку и возьмем зенитки где-нибудь но взяли зенитки вот с правой стороны вот этой зенитки ввезли 3 зенитки в москву причем везли когда их везли никакого сопротивления не не встретили нигде а это было удивительно мне потом этот человек слушай как же это так получилось у нас и документ было 300 д бекера и 3 съемочных они тогда снимали освобождение это дебекеры и было три огромных зенитки их прицепили к этим студы бекером и привезли в москву причем ждали на всех постах значит гаишники и ваишники только честь отдавали и пропускали а там три машины набитых солдатами с черными погонами они до кремля могли доехать в общем страшное дело единственный кто спросил вы куда это была бабушка которая открывала ворота из-под моста кто знает парк культуры там на набережной ворота такие вот она что мы поедем через эти ворота агат а кто в какие пропускал а салют пускать наверно да ну и в общем открыла на эти ворота поставили эти три пушки на набережной в горизонтальном здесь она вертикальном положении поставили в горизонтальной и все ушли утром 6 часов или в пол седьмого меня звонком разбудил наш начальник второго отдела тогда курорт проекта и что ты там сделал парке культуры тебя все ищут гайд вся москва гайд на ногах такая специальная москва в общем тебя ищут я тут соображаю а пушки мы поставили куда они смотрят а смотрят они прямо боже мой на генштаб сухопутных войск значит думаю но все катастрофа значит я на такси тогда стоило рубль от чистых прудов где живу до повелевского вокзала мы доехали приезжаю там стоит толпа генералов лампасы лампасы я подхожу прихожу значит главе все вообще вещи собирать художник архитектор художник архитектор архитектор что сделал я смотрю куда пушки смотрят иностранцы приезжают быстро поднять стволы они подумают что мы вооружаемся сделайте какие-нибудь гвоздики воткните эту маскировочную сетку ладно уж черт с ним пусть висит и тут мне стало хорошо я понял что мы по-разному смотрим на одни и те же предметы на самом деле это тоже относится к конъюнктуре потому что конъюнктуры это что это обстоятельства это сумма обстоятельств там не знаю сочетание обстоятельств вот здесь сочетание обстоятельств было такое что отпустили было хорошо пост модерн ну как бы вот все время шла такая линия параллельная одной стороны мы все были модернисты где-то там глубине души и воспитаны еще нашими предшественниками на вангард на всякий пример но с другой стороны мы были в курорт проекте а в курорт проекте вот до сих пор я не знаю как работать на всяких красивых ландшафтах и так далее вот представляете это мисхор мисхор прямо у подножья айпетри айпетри такая маленькая в общем гора любой ящик ее задавит а огромный санаторий да еще на 500 мест да еще со всякими там спортзалами ресторанами так далее что делать в общем думал думал ну как бы мы сашей вот советую мы рядом все-таки все время работали мы тогда с сашей осадовым очень плотно нас было на 2 10 или 12 лет мы вместе проработали спина к спине он занимался более модернистскими вещами я более упадническими но как бы так получилось вот и это на самом деле атриумный дом по которым можно на лифте приехать на самый верх и сверху спуститься как монсен-мишели вниз 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 и выйти вообще вон а по масштабу эта штука сайпетри ну в общем не не очень сильно спорила мне жалко что это не построили все к этому шло но тут случилась перестройка я не знаю чем больше жалеть а при стройке ли об этом доме но в общем как бы хотелось его увидеть конечно это водолечебница там же тоже в таком же меня стали а как называется это направление стал таврический романтизм все со мной согласились а на самом деле первое знакомство с жизнью после института было с этого объекта началось с этого объекта это был такой любимый до сих пор отелье татьяна синего цвета все панели неправильно работают здесь собрано все не так как было затеяно магазином это магазинный каркас типовые изделия но только все перевернуто с ног на голову получилась такой вот ну как мне казалось сакральное там внутри пространство интересное витрины и манекены и люди живые все было приравнено вход в дом и витрины но в общем как бы такая вот затея и очень сильная была мастерская 12 мастерская моспроект 1 у меня три места работы моспроект 1 моспроект 2 и курорт проект но потом уже пошла мастерская своя совсем вот и это был как раз моспроект 1 большими обстоятельства меня туда не брали начальника отдела кадров со мной подрался через 10 лет он подрался с моей женой тот же самый человек когда я его спросил за что он меня не берет он сказал да вот ты мне не нравишься в этот момент комнату заглянул главный конструктор дыховичный юрий абрамов так вот просто всунулся я его как-то с детства видел поскольку не набрал на дыховичной была нашей соседкой по чистым прудам я как-то его там встречал иногда он меня конечно не помнил но я его узнал и он говорит что происходит что за драка такая я говорю ну вот он сказал что ему я не очень нравлюсь а я спросил дыховичный и закрыл дверь после этого как бы был какой-то тайм-аут а потом все-таки нытьем меня взяли вот первый моспроект взяли в одну мастерскую но по дороге я встретил двух ребят очень славных это был вот обстоятельства кстати конъюнктура увидел я юрка навалова замечательного светлого такого человека и то ли яковлева они говорят куда ты там пошел в эту пыльную там не буду называть куда пошли к нам захожу туда там просто букет жене ас ларин цевьян и ворский шабунин боря но потрясающий цветник просто каждая бригада это там ну просто вот тот же юра замечательный коллектив все мужики две футбольных команды мы очень дружно жили у нас было два надзорных дня с мячиком мы ездили на футбольное поле дивно было совершенно и главное что можно было всех достать вопросами и советами вот по каждому объекту я ходил и доставал всех а какая-то как-то а вот этот объект которые показывают ателье татьяна его просто вытянули две конструктор которые ко мне очень хорошо относились за каркович и тайне маслова вот я все до сих пор помню и благодарен им потому что это было ушел я после вот этого объекта это был дворец пионеров который я делал здесь я говорящий я выставив два локтя в обе стороны чтобы старшие товарищи меня не доставали они меня все равно доставали и они были правы потому что нифига мальчик какой-то сидит с огромным объектом они ходят вокруг и там занимается всякими другими делами вот здесь я что-то не учел надо было конечно поддаться но я очень ревновал поэтому я свалил с этого объекта сразу и оставил его доделывать своей мастерской а мастерская сделал немножко по-другому но он как-то так проглядывает через этот эскиз и тем не менее как бы у меня к нему очень хорошее отношение до сих пор их хорошее отношение с этими ребятами потому что я ушел вот вовремя надо уходить если бы я там задержался были бы сплошные драки а так было очень мило и хорошо и в этот момент выбрали на арбат всех вот я пошел на арбат и тут меня туда оттащил саша он говорит ну пошли вместе заниматься в общем мы все собрались и там была замечательная команда и там было очень здорово но к сожалению так получилось что нам нашими руками хотели арбат развалить потому что переулки хотели перекрыть там на очень много чего хотели но тут на пляже в коктебеле замечательная наша дамы очень известная алла гербер придумала что мы приехали туда и говорим вот нас ждет на работе страшная вещь нас нам поставили задача наше начальство разрушить арбат а мы любим арбатские переулки как быть как быть она горит и пик к куджаве угол его не знаю моя знаю гэт я вас отведу но мы забыли об этом думать и вдруг как бы уже было другое немножко время еще хуже стало все нагнеталось все было так сумрачно и вдруг она звонит и говорит вас ждет а куджава и мы стане арзамасовый который была в нашей бригаде а бригад была тоже не слабая кого там только не было бронзовой и таня арзамасова который вы знаете сейчас группы а с и такая популярная и ну естественно саша осадов одна бригада я другая как бы группы или там бригады сейчас неважно вот и мы пошли станет к куджаве а куджав сказал но я напишу в советскую культуру это орган цикла может они отцепиться от арбата написал написал он советскую культуру не очень веря то что это будет а мы ему шагами мерили фактический материал потому что он сказал что ему нужны обязательно точные размеры где что там и как мы все это сделали и и после этого произошло вообще чудо на совете на ближайшем тот человек который нам ставил задачу все развалить и разрушить держа газет советскую культуру в руках кто посмел поднять руку на наше все наше историко культурное наследие должно быть вне вообще удара вы что вообще собираетесь делать кто это вам позволил значит это дело перевернулся моментально и все перевернулось тоже но после этого куджав еще написал кучу разворотов в советской в тогда модный журнал декоративное искусство было очень здорово и все было хорошо пока мы оттуда строим не ушли потому что так как то какие-то были волнение и самое последнее задание у нас было это постоянное в мост проекте 2 постоянное траурное оформление колонного зала дом союзов а постоянное траурное оформление колонного зала шли восьмерика и начало восьмидесятых мы с сашей осадовым с клинским сашей и с лёшей бавыкиным наша команда делала постоянное траурное оформление и все наши объекты все все наши проекты были зарублены за авангардность и поэтому обидевшись на все и на все на все мы ушли оттуда потому что это уже было невыносимо просто значит там командовал какая-то дама из иваново она как витруве она каждую колонну хотела запеленать одеть бантики рюшечки а мы предлагали там такие флаги фланкирующие ну в общем не прошло и мы ушли в курорт проект а в этот момент курорт проект и делали легендарную дружбу василевский и стефанчук и мы посмотрели на это все решили что это наше место вот все это наше место будем работать здесь значит про павильоны рассказывать не буду только покажу от ну да может и буду сейчас посмотрим сейчас где мои кнопки эти а вот значит с павильоном вообще смешная история была который вот наверное стоит закончить этот цикл пришло я верю в судьбу вообще судьба всегда ко мне было замечательно благословно вот после армии меня взяли на второй курс без первого и только потом вспомнили что мне надо что-то дать за первый курс было очень как-то здорово потому что мало потерял времени и вот здесь вот тоже какая-то судьба пришел мне в руки попал сверху принесли бумажечку с красной полосой там написано павильон грелка улица адам мицкевича не помню то дом семьи то дом 8 я прихожу домой отец был болен уже так одной ногой как бы в общем плохо было я но интересовался моими делами и говорит ну как у тебя дела это очень плохо какой-то павильон идиотский грелка какая-то улица адам мицкевича это 81 году я говорю не знаю что делать вообще он говорит так на этом месте пожалуйста поподробней где где говоришь патриарши ты чё это наша детская калтура ты его не ломай у меня только два объекта тишинский рынок этот павильон москве ну попробуй все-таки что-нибудь сделать а павильон старенький вот внизу это как раз фотографии этого старого павильона кривенький он весь покосился он весь был подписан к сносу я говорю ну чё делать ну как что-нибудь придумаешь и делать нечего иду делаю какой-то такой пас я не знаю как он мне пришел в голову в общем это такое театральное действие было значит я взял нарисовал вот такую штуку вот эта картинка она где-то в аналах у юра вакуумова до сих пор хранится вот этот павильон такая бледная акварель прокатал четыре раза на машине эра еще тогда не было ксероксу на какой-то такой вот технике он стал совсем старенький и пошел по очень большому начальнику по памятникам а меня подвели два моих знакомых подвели к нему два моих знакомых инспектора которые сейчас живы здоровы и я им очень благодарен вот они меня к нему подвели и сказал а что-то будешь говорить я буду требовать его разборки этого павильона подводят меня к нему он смотрит и говорит слушая ломать зачем его я говорю как зачем он ветхий деревянный ну понятно что это был уже не очень он но ветхий деревянные вообще вот мы хотим его там это это зачем его ломать ну как а там нарисованы были у меня какие-то львы вместо лыжниц в общем павильон то 39 года там много чего шаровары а что это за вещь да я говорю павильон а нет это неоклассика это ломать нельзя я говорю как нельзя надо нельзя ломать я говорю ну хорошо тогда ставьте пожалуйста штамп здесь здесь и здесь что ломать нельзя он написал разборка с восстановлением фасада а интрига в том что перед этим главный районный архитектор его хотел сломать и на этом месте что-то такое построить совсем другое и когда я пришел с этим штампом что ломать нельзя надо восстанавливать фасады он очень как-то да что-то я помню я там живу я помню как его строили печи вообще с ума сошел какой памятник неоклассика да ну перестань я помню как его строили потом и вот тут я думал это конец но был не конец потому что он как задумался да нет вообще-то там что-то стояло наверное там что-то было ну ладно другом месте нарисуем ладно бог с ним восстанавливай я при прыжку бегу в исполком в исполкоме все прекрасно все замечательно все хорошо вот обстоятельства эти были такие что тогда надо было собрать кучу бумажек но потом мы уже были в курорт-проекте с александром асадовым а мне надо было еще вот это уже было вот здесь пардон очень трудный микрофон и говорить я сейчас немножко пролистаю вот мы уже были вот в этом месте в зао курорт-проект замечательном вообще лучший института я не видел на самом деле по тематике но надо было идти в краснопресненскую мастерскую и ставить штамп но на нашем этаже в мост-проекте 2 курил дима лукаев вместе со мной очень часто осадов не курят он без вредных привычек а я был средными привычками я курил курить на тоже в компании в хорошей дима лукаев стоит и я уже работал в курорте подхожу к нему с моей проблемой гранат вот понимаешь не подписывает павильон папин а там ваша мастерская краснопресненского района да ладно опять я помогу возьмем павильон они героически они сделали 77 рабочий статей же эту картинке рисовал это было очень серьезная система подвели к полую который был полу и борис владимирович который был начальником этой мастерской ну как же как же помогу конечно я виду знают моя мама я даю дворец и знаю ну конечно помогу вот ребята тогда архитекторы были все-таки дружные и очень как бы были с такими понятиями цеха если один сделал то второй как бы мог только ему помогать если кому-то было что-то нужно это было не пыльно то всегда можно было помочь вот это чувство она как-то ностальгическое просто сейчас немножко вымывает вот эта любимая вещь мы были в мастерской у мисожникова вместе с сашей осадовым и лёва хорошо очень относился к нам как бы какого-то момента пока мы не стали халтурой заниматься больше чем работой вот удалось какие-то объекты реализовать а внизу здесь вот присутствует его ир демидовая это пришла первая работа вне института это уже была творческая мастерская с пищевой семьдесят 1800 1900 1989 году рычагов сделал четыре первых творческих мастерских одну шахаян получил коро сергеевич вторую гкф третью саша осадов четвертая вот эта мастерская как-то раз я съездил командировку феодосию по другому объекту а встретил на пороге там человек которому нужна была огромная зона около феодосии называлась она золотой пляж и вот появилась эта работа и куча народу с увлечением плюнув на всякие плановые дела занималась вот этим делом слева был вариант с островами потому что это болото и надо было его осушать и вот там вы видите всякие каналы а когда мы стали там ближе к делу согласовывать это в феодосийских всяких кругах то потом оказалось там в общем технические технологические каналы должны быть прямые и сделан был вариант еще вот с прямыми каналами в общем вот такая была история ирина замечательный архитектор это в ярославле был конкурс такой почему я вывел его на свет потому что на лекции плоткина я все много раз слышал вот что его волнует городские окна вот меня они тоже когда-то волновали это очень древний конкурс наш с городскими окнами это такой квартал в ярославле старом городе мне казалось что это очень тактично будет вот так вот сделать такие окна это яхт-клуб мисхоре еще в курорт-проекте никита шангин с нами здесь сотрудничал очень плотно и как бы вот такой ген был яхт-клуб который потом как-то перескочил уже на дом правительства я считаю что там есть связь генетическая вот витрина вот каждая клеточка это вот синергия настоящая каждая клеточка это архитектор это наша бригада мостпроектовская плюс вот еще то арбатской команды и плюс татьяна и плюс много-много народа каждая клеточка архитектор одна из них это том ньюджинт ныне другая там фридленд поля там саша осадов я там ну в общем мишка кушкин здесь все 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 отметили в этой витрине она простояла до 1983 года когда умер брежнев почему-то решили что вся москва должна быть трауре и и разобрали в этот день площадь большого театра но с этим местом тоже очень много связано потому что это был конкурс 80 семьдесят шестого года на идеальный театр театр будущего много публиковался я просто хочу сказать что столько народа сколько было у нас помощников на театре не было наверно никогда ну вот такие действия бы разыгрывали вместе с ребятами вот эти вот спичные люди это мои солдатики которых мы делали поскольку это было такие годы когда ну не выпускали в таком количестве солдат как сейчас вот это все мы разыгрывали на всяких площадях была предложена такая универсальная система театр цех театр павильон театр кинопавильон в общем что-то такое и вот конъюнктура тогдашняя вот этот театр он три раза был повторен у нас был руководителем лежава илья георгиевич миша белов слава овсенников я таня арзамасова и волой дламакин мы все значит были потом привлечены еще несколько было вариантов таких выставочных этого театра вот один из вариантов лондоне показывает высокому начальству этот театр и сразу могу показать следующую картинку уже совершенно другой проект в наше время тоже вот смотрят наш объект что интересно и там и там архитекторов нет как вы видите есть кто угодно какие-то дядьки начальники пиджаки галстуки архитекторов там нет вообще место архитектуры сейчас конечно такое и вот эта беда когда ты транслируешь свои людей через кого-то это очень плохо когда получается испорченный телефон это плохо вдвойне это театр в амстердаме тоже первая премия как и тот театр интересная конъюнктура конкурса я буду часто произносить слово конъюнктура интересно потому что нас сразу отправили на помойку с этим проектом а почему отправили потому что у нас там было условие черно-белая графика у нас как вы видите коричневый график надо было так подавать а мы подавали вот так причем это делал миша белов сережа бархин я и там девушки нам помогали это как раз было причиной того что нас отправили на помойку то что нарушение условий коричневый фон а потом оказалось было 300 проектов оказалось что у какого-то японца это нам потом рассказывали член жюри был введен синий цвет и поскольку у него синий цвет а этот японец очень нравился его тянули тянули и как бы нас вспомнили пошли на помойку достали наш проект и снова он прошел весь путь и занял первое место там вот как бы такая была смешная история иногда так бывает судьба и конъюнктура то есть течение обстоятельств так 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 а это пошла эпоха детского университета мы занимались детьми я 19 лет так я посчитал примерно занимался с ребятами было очень интересно потому что такой обмен и какая-то отдушина была в самые такие тяжелые годы и вот это тоже был конкурс детский такой серьезный но он не детский даже это был конкурс архитектурных школ и мы вдруг заняли первое место то есть первое время получили с песочным городом который был сделан за один день буквально такой пикник устроили в люберецком карьере естественно все друзья приехали вот это сидит девочка это дочка слава овсянникова потом пошла серьезная работа вот с этого момента уже как бы пошли стройки такие серьезные это был волгоград в отделении волгоградского банка который сейчас весь перекрашен нас не спросили перекрасили его бежевый там коричневый сначала он был такой вот сине-зеленый галь взяла тени просто свои у нее когда ставил вопрос колористике она вот так надо красть и прямо показав свою косметичку так собственно все и выкрасили в этот свет и было очень здорово потому что пока это краска была такая строила фирма эсконда эстонская очень аккуратно и очень интересная хорошая фирма катынский лес параллельно пошел конкурс на катынский лес да что должен сказать что вообще заказных конкурсов в основном мы делали открытые конкурсы на открытых конкурсах побеждать красиво у меня как-то опять же судьба такая мы или не получали ничего или получали сразу первую премию вот на закрытых конкурсов это все тоже повторялось значит катынский лес был очень серьезный конкурс совершенно неожиданно мы получили первую премию делала команда вся галь мистецкой никита шангин я антон многовицын ну и вся мастерская я вообще все время должен говорить здесь мы потому что это уже все коллективная была история и кто только здесь не опять же не то нажал что-то до катынский лес страшное место здесь польское захоронение вы знаете эту страшную историю которая еще вроде бы как не до конца обследована и расследована вот это вот очень тяжелые энергетические всячески очень тяжелое место вот это вот вот это вот польское кладбище военное а это вход в этот лес страшный и дальше три дороги галя хорошо придумала здесь как бы пройти вот до конца а дальше никитой они нач придумали такой вот дорога в никуда пандус идущий вверх как бы в небо делал том что галин все время пела дорогу и на небо с ли солдаты вестерплаты а никита с другой стороны подошел к этой вот теме там со своей стороны а я в этот момент думал как вообще войти в этот в эту страшную территорию потому что там действительно что может быть лесу но как обозначить лет только 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 показав как бы что есть мир живых есть мир мертвых вот при входе вот такое вот сооружение стеклянные двери ты к ним подходишь они внутрь как бы открываются и ты входишь на территорию на территории это вот был план этой входной части на территории вот такие мосточки вот такие мосточки потому что могилы нельзя пинать ногами и одновременно шла разведка как бы могил поскольку никто не знает сколько там там расстреливать начали и захоранивать с восемнадцатого года кто там лежит что до конца неизвестно поляки-то всех своих пересчитали а наш там тоже немеренно вот репрессированных людей и так далее вот шла разведка могил и одновременно вот прокладывали вот эти дорожки как только не находили кости так сразу шли вот эти вот масты это последнее что нам удалось там реализовать это вот как бы такой амфитеатр на котором проходят всякие конфессионные торжества а вот этот тот самый пандус в небо очень переживает никита до сих пор что его не реализовали но как бы вот это дорога в никуда еще придумана была вот такая вот крест часовня вот с таким интерьером поскольку у поляков там католические обрядовые всякие вещи а у нас ничего не было вот мы придумали вот такую часовню а это вот в контраст дело в том что мне иногда везло на экзотику сейчас снова вроде бы начинается экзотика но я боюсь гладить а это мне один из наших приятелей кстати однополчан предложил там какие-то лоджи делать в танзании но очень интересно это сейшелы это сейшелы совершенно неожиданная тоже была работа очень интересная здесь дима размахнил который на этой работе замечательно проводил время на этих островах вот понятие это все замаскировано а сверху вот только вот видно вот это больше ничего не видно то ли его построили то ли его не построили мы никак не доедем до сейшел чтобы проверить вообще полностью реализован объект или только частично это вот в сторону океана такой вид а вот это в сторону горы дело в том что если мы говорим о конъюнктуре то условия согласования там очень сложные мы пришли к большому начальнику который там сидел пришли мы с представителем заказчика он говорит что у нас сейшельская архитектура вы знаете имеет некие традиции мы любим башенки мы любим пинакли мы любим арочки деревянные а крыши у нас могут быть только скатные а больше никаких мы так мыкнули у нас вроде бы крыши скатные не предполагались а предполагалось совсем другое мы как бы знали что там нельзя строить выше сейшельской пальмы но вот это не выше сейшельской пальмы что можно как-то по-другому обойтись но он вынул две карточки и сказал у нас знаете в сейшельской архитектуре у нас есть вот эти пинакли и арочки а еще крыши должны быть или из из тростника или гайк ну в кали в крайнем случае из пальмовых листьев и вот две фирмы этим умеют заниматься а сзади стоит представитель заказчика бери обе карточки мы не будем никаких от кровель делать но это его свекор и его взять поэтому бери немедленно иначе нам не согласуют мы взяли эти карточки крыши не стали дел ну вот дальше прямо через дом проложена дорога вот в этой вот по вот в этом месте видна вот это вот начало этой дороги а дальше к океану к океану а вся форма похожа на сейшельский орех коко демер так называемый очень неприличная форма но вот это символ символ сейшель морской орех вот такая штука значит они там жили очень хорошо на самом деле на этих сейшелах мне звонит заказчик однажды говорит слушай гэд у меня был погреб там вот закрыт он железным только ты не подумай я не жадный я наоборот у меня там просто я и забыл про дело у меня лежит погреб погреб в погребе лежит куча вина бутылок там забыты немедленно вид как можешь мне объяснить дырочка погреб закрыт металлическим листом дырочка 20 на 20 как они оттуда все это достать там валяется одна бутылка пустая какие люди говорят у вас я говорю как очень просто они значит наверное подумали и придумали что-нибудь тут стоит галя рядом говорит так посмотри вниз гает там веревок нет каких-нибудь да как валяются какие-то так а ты три мышкетеры читал гайта на заказчику заказчику дока о гает как ну потрясай архитекторы потрясающие люди все а я приезжаю гайд индусы всех качаются ходят и поют русские песни говорит что же такое как происходит в общем приехали ребят довольны после хорошей морской прогулки замечательно было вот это вот это начало начало центра современного искусства сначала если вы помните был на и киманке все было галерея там архитектурный ирк рыбьяной были фото галереи были галереи галерея примитивного искусства была галерея гельмана все это было замечательно интересно пока это все не пошло под снос а это одновременно с этим примерно на одной временной нет это немножко раньше было а нет 99 год это долгострой 99 года это мос как это мосархинформ знаете это здание 2 брестская дом 6 она сейчас черного цвета и его трудится там жени рудковский теперь а вот это мы тогда раздухарились и сделали к трем торцам к трем торцам глухим моспроекта 2 мы решили пристроить такие гаражи но это конечно фантастика никто этого делать не будет хотя сделать можно было запросто а вот это потрясающая вещь это вот настоящий был праздник синергетический праздник ну вот все кого вы как кто на поверхности сегодня они все приняли участие в этой работе это череда больших французских конкурсов тэд де фанс парк левилет и опера бастилии значит опера бастилии это сначала был парк левилет руководил илья лежава потом был делал юра вакуумов я миша белов и таня арзамасова это тэд де фанс на тэд де фанс были все если кого забуду саша мне подскажет значит саша осадов бавыкин скуратов мишка кушкин как игоря за вызвали а марченко игорь марченко кого я знаю я много забыл кого барсуков женят ну в общем все 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 очень дружили и действительно какая-то получилась интересная вещь она до сих пор мне нравится я не знаю как тебе ничего да помню устарела они дураки дали вот этой табуретки а надо был нам дать конечно так горы на нагорный горы на нагорный очень большой объект амбициозный такой по-настоящему и мы всерьез как бы решили что он будет сделал здесь игорь василевский принимал участие и как бы вся наша мастерская дмитрий дегтярев страдал больше всех на этом объекте замечательный архитектор сейчас крыму женой леной прекрасные люди прекрасные архитекторы ну дай бог им там счастья по моему занимаются сейчас как-то они востребованы дима по моему сейчас руководит союзом там и очень хороший такой союз архитекторов мы не знаю что там у них честно думаю что в общем должно быть все нормально архитекторы они прекрасны и у нас такая была затея горы называлась сначала московские альпы и вроде все шло хорошо но как в общем панама оказалось к сожалению я быстро листаю потому что ну в общем все понятно и наконец вдруг неожиданно мы с антоном говорили сделать конкурс антон наговицын нам помогал еще а тут андрей значит в мастерской решили сделать конкурс на мэрию москвы наглые ребята потому что оставалось полторы недели буквально или две может быть от силы и решили так чисто конъюнктурно с левой стороны все отсекут правых правые отсекут левых мы сделаем табуретку как на дефансе вот победить победила табуретку мы тоже сделаем упакуем функцию и поставим этот объект по оси моста багратион вот очень было скучно работать очевидно потому что ну как бы табуретка есть то этажерка табурет как угодно можно называть но она очень функциональная на самом деле здесь никаких нету движение ни влево ни вправо когда мне хотелось что-то нарисовать здесь такое эдакое то антон говорит мы же договорились сделать просто это да потом ему хотел сделать что-нибудь сложное но мы же договорились делать просто в общем мы друг друг гасили и совершенно неожиданно для нас самих вот получилась первая премия но это был пирог с ничем потому что под нас вырыли котлован очень большой огромной глубины на 6 этажей все сказали добро и продали потом это все в частные руки когда власть москве переменилась собей на сказал что сити градостроительная ошибка а мэрия туда не по правительству москвы туда не поедет поэтому значит нам пришлось сосредоточиться на другом объекте это дом правительства области московской где тоже совершенно судьба и случай я обещал говорил с ребятами я буду рассказывать то что осталось за кадром а за кадром осталось вот что значит в дом строй был такой есть по моему ныне здравствует максим блажко который начинал которым был поручено сделать дом правительства мои при знакомые общие одного уж нет на этом свете не буду называть архитекторов они уже стояли буквально с чемоданами у него в кабинете и собирались на очевидно то ли на бермуды то ли на сейшелы то ли еще куда то в общем им был не до этого и принесли ему они проект такой загнутый очень похожий на такой полукруглый белый дом на подиуме серьезной архитектуры и так далее а тогда шла речь о каких-то вторых третьих вариантах они уже не успевали они выезжали и это максим г но слушайте ребят там курорт проект но сделайте какой-нибудь варианте там по дому правительства я говорю ну сделаем какой-нибудь варианте так я говорю что но сделаем какой-нибудь вариантик если говорить денег даже денег дам а у нас в этот момент как раз был провал какой-то и плохо шло финансирование я значит прихожу мастерского ребята за две недели надо закидать кабинет проектами а те кто уезжал на сейшел на беймуды они начали ну ладно хорошо в общем я говорю ребят это так как бы вас не очень обидно это надоело это все давай мы уже на юге это хорошо сделаем вариант закидали кабинет назначенный день и час и действительно каким-то образом значит вроде все понравилось все хорошо а потом наступил тишина примерно на месяца четыре тут звонит на дар кончели наш как бы главный конструктор курорт проекта замечательный конструктор дружбу вы знаете вот и гает у меня сидит гает басин и петров это транс стройка и они хотят гает строить твой объект это что объект дом правительства спускайся вниз я спускаюсь вниз сидит без штампов лежит альбом ни одного ни одной фамилии ни одного штампа наш вот этот дом правительства вот дима рассматривайтесь присутствует и антон наговицын который здесь кто только не принимал участие там много-много народа вся наша мастерская бегая писать наш объект лежит без штампов без всего на столе у транс строй они не знают кому обращаться как гает надо они тебя не нашли его нет первый раз слышу окажется у дон строя то забрали передали транс строю в общем получилось то что получилось ведь довольно много удалось это объект который в общем построен ну я не знаю дима не даст собрать но где-то на 80 процентов так как задуман ну может на 85 потому что в общем то это как бы удается не всегда далеко но здесь удалось он достаточно всем известен поэтому я просто покажу картинки у нас было соревнование вот с этими огромными крокусами которые здесь ну они замечательные но просто они очень большие а поскольку они очень большие у нас дом меньше гораздо по площади то надо было как то чтобы он все-таки был звучал вот это димина красивая картинка это обошло все журналы белка 2000 который здесь присутствует и который замечательно остеклила этот дом она рекламировала вот это вот эта картинка на всех ее было рекламах дело в том что гнутое стекло вот это малированное если его заменить не было бы никакого эффекта вообще поэтому спасибо игоря чичиков и его соратникам что они пошли у нас на поводу и все-таки сделали то что должны были сделать это замечательно выкопали бухту все боялись потому что считали что зеленые не дадут дали зеленые выкопали бухту и было вообще очень хорошо вот знаете на тот берег как там было хорошо пока там не встал огромный жилой район значит здесь тоже большая победа вот эти свои гидростроители они любят их закрывать какими-то листами а по-моему очень красиво когда свои открыты и ничего нет плохого очень много было всяких смешных историй с формой башни но это я рассказывал много раз но еще раз расскажу потому что там все вообще правительство области всегда было выстроено по военной схеме там впереди идет командир сзади его замы и так далее так далее вот такая делегация движется и вот сзади все время какой-то робот это часть который выходит крокусом вот этот ров самое удивительно приятное место там можно курить больше курить доме негде но вот там можно поэтому все находятся в этом рву в дом зайти можно только по мостикам вот эти фонари уже их вы не увидите там потому что главный командир сказал виселицы убрать и тут же было все убрано и теперь вы их ведь и только шереметьево 1 где находится они до сих пор а их просто перетащил туда кто-то богу а так вообще действительно вот когда одинарный свет светильник он похож на висели это правда но как бы обидно потому что у нас мы его придумывали сидели вот замечательная девушка яна его произвела на заводе но тем не менее вот такие порталы и к сожалению он стал немножко здесь трансформирован но с башней башни было очень смешно потому что вот в этой толпе который идет свиньей сзади обязательно какая-то личность скажет вот смотрите ну так чтобы слышал слышал и первое лицо говорит кепка фуражка маяк я ближе нахожусь просто территориально не фуражка маяк а маяк 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 потом гвоздь факел ну тогда винт диспетчерская диспетчерская хорошо это дом правительства в конце концов диспетчерская это и есть управление это координация это навигация пусть будет диспетчерская вот диспетчерская башня губернатора как это удалось я до сих пор не понимаю то есть вот этот атриум отрывали игорь чечников не даст собрать и дима размахнин отрывали 1 5 не буду говорить кто он вы не здравствует да нет скажу все александр васильевич горнастаев который здесь вообще благодаря которым много в этом доме что состоялось как-то раз все-таки сказал ну знаешь что горит но нарисует им картинку чтобы этот вот чтобы вот этот атриум был без без атриума этот дом был такой гадкий чтобы гаже не было вот тогда может они его не будут отрывать от этого дома мы пришли объявили конкурс то гаже нарисует атриум нарисовали атриум не оторвали второе было такое как бы ощущение что не будет видна за этими вашими палками не будет видна река ну вот фото доказывает что все видно вторым аргументом дело в том что когда сделали вот эти дома вот эти внутри то атриум действительно очень многим хотелось оторвать но у нас эти здания остеклены одинарным стеклом а на атриуме стеклопакеты поэтому если оторвать атриум то надо перестеклять все эти дома то есть иногда надо вот изобрести такую схему чтобы ничего нельзя было убрать но к сожалению зато можно его изуродовать другим способом вот сегодня идет речь о том чтобы в эти атриумы могут посадить еще кучу народу и застроить их причем делает ведь какая-то команда где даже знакомая команда и кто-то делает и как бы с нами не консультируется даже не говорит я видел чудовищные картинки когда здесь какие-то вагоны стояли в этом атриуме для того чтобы рассадить белые вертнички очередные это атриум улица а это висят залы внутри большом атриуме а конструю конструкторы здесь в это отдельная тема значит здесь слава богу был надар кончили у нас это первое вот металлоконструкция такой тимофеевич это тимофеевич это все наши здесь иностранцев не было на пушечный выстрел и они не нужны здесь были совершенно у нас замечательный конструкт батов замечать шахворостов замечательный конструктор вообще кто кому интересно всех заложу списком конструкторы у нас лучшие в мире были в курорт-проекте потому что у надо надо собрал два войска отдел строительных конструкций 1 отдел строительных конструкций 2 с нашими мы развращены хорошими конструкторами потому что с ними можно было сделать все можно было повесить поставить на ногу на 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 две ноги на одну на три насколько хочешь и вот это вот это конечно очень сильно развращает вот так это все выглядит ночью этот любимый окоп где можно курить это башня которые забыли вот это щели она не была задумана с первого дня но решили оставить так недавно на эту башню водрузили флаг у нас в одном из вариантов был там флагшток на потом все-таки решили что нехорошо опускать кабину для спасения прямо на флаг все-таки флаг должен стоять а не лежать а если кабина упадет то флаг будет в сторону откинут но все-таки а вот здесь видно как мы бухту боялись вырыть и там все время рисовали зеленую лужайку надеюсь состояние что ее отроют отрыли так я что назад пошел пардон мне очень трудно у меня в одной руке микрофон в другой руке до 4 поэтому я буду иногда так я вас не сильно утомил вот висят эти залы что-то много в одну сторону вот висят эти залы вот здесь вот интересно то что уровне эти это вот он не фотогеничный от татриум потому что но его очень далеко там зал на 1000 мест и фойе там интересно есть точки оттуда вид ведется передача 360 передача 360 это подмосковная передача они прямо располагаются на крыше овального зала это с антоном наговицы нам антон все замечательный архитектор у него сейчас своя мастерская мы первый один из первых таких круглых домов опять же велка 2000 опять же вот это стекло замечательное и джесси которые тогда называлась лавербель ну в общем стоп стол фили сейчас одну секунду грей как же он назывался то вот игорь знает стоп стол silver 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 super silver грей я почему путаю потому что бы я сейчас буду показывать один поселок который называется очень похожий вот это да ну понятно все его знают этот дом это такой танцующий эффект когда к нему подходишь он начинает выгибаться во все стороны в общем это наш вариант танцующего дома недавно вдруг звонят из попу у вас не уставные витрины в этом вот в этом сам вот в этом самом доме у нас витрины не по стандарту московскому пошли нафиг со своими стандартами еще слова стандарт вообще при слове стандарт нормальный архитектор должен хвататься за тяжелые предметы ребята нас не надо строить мы с его давно уже построили сами не не люблю я эти стандарты и как бы все эти разговоры о них спасать в общем спекуляции уже вывески стали как бы регламентировать вообще это уже это шальной объект абсолютно это никто не знал что он такой как бы удивительный заказчик который там грузии стал потом самым главным с идеальным вкусом дело в том что он как бы человек абсолютно натуральный он как бы вот в сельской жизни он не испорченный вкус абсолютно не люмпинизирован вот какой-то вот природный хороший вкус у человека и у него ему достался потрясающий участок он сам его нашел прямо над городом на тбилиси рядом с родной матери это вот то чем кончилось здесь по всякому можно говорить но начали вот такого вот как бы варианта где корт на крыше где всякие там дела с одной стороны огромный огромный парк это этот самый ботанический сад тбилисский с другой стороны весь город тбилиси вот это со стороны парка тогда еще прямой лифт потом его сделал ненаклонным вот если прикрыть левую часть вот это вот который к нам не имеет ни малейшего отношения вот это вот и бассейн урезать два раза то тогда будет понятно что было затеяно с самого начала весь очень интересный архитектор сережки шиневский сережа бойко сергей бойко сожалению сергей бойко уже нету на сегодняшний день и очень много было всяких с ним встречи разговоров заказчик потрясающий человек он как бы открыт был к эксперименту абсолютно здесь все шло замечательно пока да вот это тоже интересно у него какие-то идеи очень такие были лихие в общем смелые вот например ему захотелось понизить дорогу здесь ту дорогу по которой все время ездил народ довольно напряженные движения взял мы с ним поспорили я проспорил он дорогу все-таки понизил сумел и вот теперь она такая вот как бы туннелем идет вот в конце туннеля мать грузия стоит над городом тбилиси это карт ли деда здесь работали архитекторы с нами вместе без интер проекта интер проект это тбилисская организация очень крепкий конструктор тоже чаще и замечательный архитектор мвей миром и давид я боюсь оговорил в давид не обижайся он начинал этот объект черепичными крышами какой-то был у него вариант очень мягкий мы все это немножко изменили вот это инженерный корпус это он как он строится но к сожалению не удалось каменные ноги поднять потому что по ним оказывается лазят ящерицы и всякая нечисть и залезает в жилые помещения вот такая вот картина и вот такой человек по имени ливан он где-то нашел что есть наклонные лифты тиссоновский и мы быстро заменили лифт прямой на лифт наклонный оказалось довольно красивая вещь вот на этом месте мы стали уходить уже с объекта потому что на интерьеры стали заходить другие люди эти другие люди у нас были вот эти вот довольно часто сделанные такие пояса у нас они были мы сами не знали то ли деревянные то ли металлические в общем весь дом был опутан металлическими поясами вот этими но я не знаю хорошо или нет здесь как бы что получилось то получилось но в общем на 65 70 процентов дом примерно такой как хотел это корт на крыше раздвижной как нам казалось который часто будет раздвигаться крыша это мостики стеклянные между этими это вот та самая стеклянная наклонная труба под 4 градуса в которую я правда мне сказали что очень страшно в ней спускаться потому что видно видно очень глубоко но заказчику вроде нравилось вроде он такой лихой человек вообще очень интересный на самом деле я считаю что мало заказчиков с таким вкусом как у него тарелка сделано не нами и вообще к нам не имеет отношения вот это дальше который идет мне не очень нравится потому что она не очень корректно на мой взгляд крепости которые там дальше идет это да это вот да вот так это висит на тбилиси но вообще судьба такие объекты один раз попадает вот здесь вот такой вариации тоже городского окна а а маш володе плоткину вот здесь вот если воды стоять вот так вот виден весь тбилиси а пардон ботанический сад извините но все равно красиво вот спальни висят но я не знаю покажу мне как-то отвлекаться пульта довольно сложно вот вот здесь вот вот такой длинный длинный луч получается видно видно дно ботанического сада дальше очень красивый камень но по-моему это вот эта нижняя часть уже разобрали строится корт вообще стройка красивая вещь кто вообще на самом деле очень красиво выглядит стройка всегда она вообще возбуждает потому что есть такой вариант домысливания иногда стройка лучше чем результат довольно часто вот эти огромные стекла потом были закрыты все вот этими штучками металлическими но здесь очень сложный план на самом деле здесь несколько функций это и бизнес-центр чуть-чуть и клубный дом и жилые помещения и и просто спальни к чести хозяина в двенадцатом году он спустил в этот дом огромная делегация московского архитектурного клуба которые прошли весь дом кроме спален было открыто все представляете вот так прийти к главе государства и пройти по всем помещениям кроме спали ну так на минуточку и отношение к архитектору конечно здесь тоже я как бы в общем ему благодарен потому что это достойно это было очень вообще отношения были замечательные пока не пока мы этим домом занимались практически это год и тоже известный объект мы очень сильно извините иногда перевернутый кадр это вот этот объект делался с надеждой на надара и надо рассказал я вам даю контроль 36 метров это вот так конструкторах частных консоль 36 метров я сделаю пожалуйста ну вот с антоном сейчас ирландцы по моему делает с антоном наговицыным государственный центр современного искусства на ходынском поле возможно ему даст там сделать большие выносы но не знаю у надара бы получилось точно здесь беда такая случилось что стены старые и не несли для всех беда для нас счастье потому что это было основание вывесить там внутри зал на специальных таких вилках ну вот так вот все выглядело никита шангин и миша миндлин редкий случай когда за мне вообще везло на заказчиков очень сильно здесь заказчик был практически архитектор недоучившийся может быть но тем не менее каждая кнопка каждый там не знаю каждый болт каждый винт и никита и марины реброва и миша миндлин на равных проходили сообщество мне не простила она сказал ты представляешь что ты сделал ты заказчика сделал архитектором ну так хорошо все таки а миша так раздухарился что еще и сам стал строить уже без архитектор архитектор теперь совсем с полным правом наверное в общем мне это не простили на самом деле я как бы девальвировал такую тайну архитектурного цеха нарушил правила масонской ложи но больше не буду нарушать клянусь центр современного искусства центр современного искусства все это мы показывали и вот здесь вот прошли с этим вот вариантом мы прошли два совета каким-то чудом пробравшись но наверное на просто на такой волне каких-то выстроенных объектов нас пропустили не без не без труда например на последнем совете миндрул на меня очень выразительно посмотрел а я на него выразительно посмотрел он сказал ну что мне молчать я говорю молчи потом когда кончился советом а как я молчал тем не менее два совета прошли но потом сменилась власть городе и как бы это одна причина а вторая деньги отпустили на строительство этого объекта вот тут и началось значит как только отпустили деньги все включая пардон то место как мы находимся гараж виндовод еще все 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 выстроили свиньей и решили что слишком жирно и получить эти деньги там быть большие отведены и в общем устроили такую как бы обструкцию этому проекту этой затеи сказали что вы плохая коллекция еще чет плохой в общем его плохие они плохие 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 вот но было обидно но что делать надо привыкать держать удар над любом время это центр глонас королеве который тоже очень бодро начался уже остеклили вроде бы и спасибо опять же велки 2000 остеклили как надо вроде бы и начали стеклить и не закончили вернее стекло там почти все стоит но но тут деньги кончились у предприятия андрея дуд здесь просто это его как бы ну его большая боль потому что здесь полосы пошли он ведь полосы не мог простить я как я согласился на полосы но не согласился на граненое стекло а тут вот надо было выбирать из двух что-то одно выбрали все-таки гнутое стекло но он до сих пор считается от плохо но неважно этого гтр к сергей плужник появился у нас этот объект и сергей на нем значит стал проводить дни и ночи в общем такой дни прогресс на самом деле мы им очень переживаем только единственное что это все синего цвета дело в том что фирменные цвета в телевидении там не до шуточек было там мы хотели черный серый белый какой-то момент нам сказали нет будет фирменных цветах ну вот что сделать к нюкта ура не прогресс на той стороне переход в это любимый вот здесь я перепутал с названием стекла естественно потому что стоп сол сильвер грей а это называется silver play ну тогда была мода давать всякие иностранные названия это поселок серебряном бару куда я больше никогда наверно не зайду потому что все это вот все что вы видите это все уже далеко не так это все переделано перестроена перекрыта черте чем какими-то кровлями какими-то там в общем все поехало в разнос потому что два года они держались но через два года а здесь была затея такая даже лестничными маршами перекрыты верхние ярусы потому что здесь можно перевалить с одной стороны дома на другую людмила ильинична топчеева потрясающие архитектор который каждый миллиметр в этом доме просто жутко переживала и все время как же так как же они могут могут как хотят сами жители как только человек за большие деньги купил вот такой таунхаус на следующий день он начинал его думать о том как его перестроить два года им это не удавалось она третий год вот я не знаю там осталось хоть что-нибудь от нас это зимние сады там наверху и вот этот вот перевал через вот в этом месте должна была быть лестнице здесь по-моему она видна папа это нажал без вид но не очень видны эти марш и лестничные ну а видны вот они это важно для нас это было важно вот просто перекрытие лестничными маршами там можно сидеть как в ампитеатре вообще интересная получилась штука на самом деле хотя очень давняя 93 год практически ну то есть началась в 93 долго строилась ой вот опять потрясающее совершенно место хвоста вот 3d оказалось что можно работать на расставе как на удаленном проектировании то есть мы сделали очень подробную концепцию дима дегтярев лена акулова здесь просто вот проработали очень сильно в себе проект а потом оказалось что на месте строители нашли инженеров инженеры нашли конструкцию в общем получилось так что по нашей концепции сделали рабочие чертежи один в один не мы что удивительно вот даже забор сделали так как мы нарисовать так бывает я думал что так только за границей бывает иногда у нас вот как 3d так и здесь нас сняли однажды с одного конкурса потому что им показалось что деревья сделаны фотошопом метод настоящие деревья большим театром беда была мы с мишей беловым надером кончили выиграли конкурс на большой театр но это был такой конкурс центр там была часть там надо было указывать цену наша была не самая низкая 2 по моему снизу но тем не менее выиграли а потом все пошло в разнос от нас осталось вот это только стеклянная щель на фасаде и я когда хожу я не смотрю вот на эти вот вещи потому что у нас то они должны были быть вот паша здесь андреев значит у нас то они должны были быть из нержавейки корм 220 сатин а в результате получилось что они вот такие вот не знаю каким образом вот но щель осталось все остальное ушло шесть раз сменился заказчика заканчивали его уже совершенно другие люди от курор проект стефанчук помогал павлу андрееву и там и кого вот тяжелая история у нас была немножко другая затея это дом декабриста свистунова серёж плужник принес этот объект выдернул из от изыскателей откуда нарыл его вот пред появился этот объект значит здесь памятник архитектуры естественно и в этом памятнике еще была щусевская мастерская по два года затея была такая что двор за этим домом разрезан на две части стеклянным атриумом потому что охрана памятников требовала чтобы сохранен был двор но мы двор не сохранили а сделали такую призрачную схему дмитрий замахнин здесь вовсю в полный рост в этом объекте значит здесь стеклянная стенка днем отражает свет а вот эта часть выстроена за атриумом она выстроена по границе доходного дома собственно по краю участка который здесь был это вот такой отрем вот он летом он зеленый зеленый за атриумом и внутри а зимой он белый и зеленый естественно там снег лежит а вечером он как бы исчезает и там глубине на том месте где стоял доходный дом высвечивается высвечивается стенка то есть вид видна как бы старая геометрия вот на этом мы диалоги мы сохранный памятников сумели это дело пройти а днем здесь полное отражение ничего не видно глубина квартала остается хотя атриум довольно близко к этому раритетному объекту здесь подземный гараж здесь много интересных мелочей но еще одна такая деталь к сожалению удалось вот верхняя часть она все-таки групп получилось над был стеклом но вот это снежком снежком это тоже целая эпопея приехал из киева человек с технологией вот этого снежкома но труба есть труба я не буду особо ее комментировать она очень большая очень длинная и вот так она вот выглядит выглядела пока я еще всю не обстроили сейчас ее обстроили всю вообще на самом деле они хорошее диалог с домом правительства был такой вот такая линия прямо раз и переходила в башню губернатора но фигу сейчас все обстроено это жилыми домами огромными к сожалению да здесь павел никишин борис соловьев я все-таки пытаюсь называть людей потому что афанасиев николай здесь масса народу на этом снежкоме и дело тогда мастерская была очень большая там был 70 человек в этот момент к сожалению под ногами не удалось ничего сделать хотя глупо конечно здесь должна была быть гостиница или что-нибудь еще в общем что-то надо было там располагать так это выглядит внутри марина реброва еще ввела как вы проектировал каток под этой под этой штукой это хоть какая-то функция там появилась а так вообще пустые ноги и все следующий за нами должен обязательно туда заводить какие-то помещения потому что ну как-то глупо валу саша осада был красивый проект однажды перекрытие железной дороги трубы так вот не знаю может удастся сделать когда-нибудь кому нибудь геленджик ну это здесь уже посвящено андрюша дуду и диме размахнину это вот такая косая кривая кривая такая змеюка то же самое что снежком вот это обратить внимание сверху песчаный песчаный спуск то есть внизу там снежный спуск а наверху песчаный спуск оказывается по песку можно также ездить как и по снегу показываю быстро потому что в общем а вот это очень странная тоже история тоже концепция дина лейкина это институт промзданий с ней промзданий замечательная совершенно женщина вдруг заказал нам концепцию по дешанбе совсем нет в общем тринадцатый год лет вот так но мы сделали антон наговицын сел там просто сделали такую прикидку вроде прикидка прикидка да заходим google строится один в один это опять вот такая вот как бы судьба этого объекта очень странно памятник архитектуры красной палаты памятник архитектуры белые палаты посреди стоит памятник рапоткин скому как ровно роде называют на самом деле памятник ангельса значит вот у нас площадка сзади сергей плужник принес значит зубах тоже от изыскателей объект каким-то образом и вот все получилось это тоже очень ранее он 94 здесь масса было вот споров потому что вы видны вы видны вы видны от папертия христа спасителя вы видны на самом деле чуть-чуть видны действительно но чуть-чуть есть посмотреть в общем пока собирали комиссию выяснять видны мы или не видны все это заросло зеленью и оказалось что мы сезонный объект построили зимой он виден а летом его не видны ну и бог с ним не видно и не видны казалось бы заходишь в арку он виден выходишь из арки он не виден это со стороны со стороны остоженки вот такой вот как бы вид спасибо сколько но он пустил на угол остоженки причисленки вообще как бы до сети но это болезненная история значит выкопали яму время это мы получили а потом ничего не построили яму перепродали частному инвестору а все равно они приговорены они сделают по геометрии именно то что мы хотели все-таки сити ради бога я его вынул потому что неохота показывает то чего не будет это башня россии не произошла тоже очень смешная история если говорить о конъюнктуре сиюминутном и судьбе значит на саша осадов был проект когда-то такой на водном стадионе значит там ракета была еще самая первая 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 ракета такая нам она очень нравилась но привели красильников и мирсон под ручки привели уже пожилого к этому времени кого привели-то тоже нету по леской ладно я привели в этот момент привели геннадий якорь чем овчина привели они который делал водный стадион водная трибуна вот это вот они его привели специально чтобы он как бы самим неудобно было ну чтобы он нам сказал какую как вообще надо работать рядом с памятником советской архитектуры он при подошел и они так вот подводят какой кошмар и все и мы ушли совет у меня был две таких историй одна вот это вторая когда мы принесли вот эту башню центр современного искусства это рассматривалось рабочей группой совета сидел совет мы вошли впереди шел миндлин директор центра современного искусства зале шел я друг я учился почувствовал упор в нижнюю часть этим макетом он как вошел также и вышел прям вот так и так было такое движение оказывается он увидел григорьева и кузьмина и кузьмин сказал и вот идите пока целы и все ушли вот в общем вот такие бывали истории асба с этой ракеты был совсем смешно значит по обсуждался треугольный участок и на этом треугольном участке надо было что-то высокое построить special высокой построить а что построить no давай ракета да а ракета вас была ракед twin сделали ракету нижнюю ступень сделали уже нас след совет был на следующий день после того как надо было построить вот это какой-то макет сооруди и И внизу макетная мастерская, которая сидит на крыше в здании Моссоргенфорн, подъемщиков делает, нижняя успевает ступень этой ракеты, а верхняя не успевает. Я прихожу вечером и кладу под стол совета, зная, что будут рассматривать этот вариант как вариант. Кладу нижнюю ступень, верхняя не готова. Кладу нижнюю ступень под стол, верхнюю еще делают. Утром прихожу, лезу под стол, вот такая же скатерть, этой ступени нет. Тут я понимаю, что, а, наверное, приходили с миноискателем и затолкнули нашу нижнюю ступень под столом куда-то в дальний угол. Лезу под стол, проползаю весь по-пластунски, весь стол совета, а совет идиот. Вот ботинки у кого какие-то, у одного коричневые шнурки, у другого макосины, у третьего еще что-то. В углу валяется нижняя ступень. Я хватаю эту нижнюю ступень, ставлю на место, а она не стоит, она сломана. Там один из стапелей отрывается. Беру сигарету из кармана, тут, говорит, зал замер, потому что решили, что я закурю сейчас. Но я просто подложил эту сигарету и поставил эту нижнюю ступень, верхней нет. Тут входит Галя, у нее коробка в руках, я говорю, что она вынимает эту верхнюю ступень, я ее ставлю. Все это происходит за минуту. Нодар, который сидел в первом ряду, он сказал, это вы специально такую инстанировку устроили? Нет, это все вот так вот, на живую нитку. И вдруг, представитель совета говорит, и мэр, а чего, говорит, и силуэт московский. Московский. Ну, в общем, нормально. Но потом появился фостер. Это я на злобу дня вам пришил. На самом деле, может быть и зря, но это пятиэтажки. Это то, что можно было сделать с пятиэтажками, если бы их не взрывать. Дело в том, что есть такая технология, она не очень наша. Она как бы международная вообще, но немецкая в частности. Это когда в обойму берется дом, и на выносном каркасе делаются верхние этажи. Вот пять этажей над каждой пятиэтажкой запросто можно сделать. Цена смешная квадратного метра. Получается, по тем временам еще, ну, получалось где-то при стоимости строительства там уже 800, где-то 600 долларов за квадрат. Тогда были такие цены. У нас она стоила 200 при реконструкции. Но вместе, конечно, низ-верх. Но это коробка, без коммуникации, без там всего, понятно. А коммуникации, да, да, но там целая система. Да, целая система. Вот нижний ярус – это пятиэтажки. А верхний ярус – это пятиэтажки с расширением. Там кухни расширены за счет расширения, за счет вот этого выносного, выносной этой обоймы расширена кухня. Интересная технология. Было бы очень клево это сделать хотя бы пару раз. Один дом построили, но он некрасивый. Но не мы. У нас бы был красивый, а вот у них… Вот. Ну, в общем. Ну, кончаем мы этот разговор. Это как бы о Вечном. Это церковь в Кораллове с Никитой Шенгиным. Ну, ротонда и ротонда. Ну, в общем, у нее какой-то такой вот, ну, не знаю. У нас довольно много новоделов было всяких. Целую усадьбу подняли там в Кораллову. Но я просто не показываю, потому что, ну, как бы позиционируемся по-другому. И, наконец, был конкурс на храм недавно. И вот сделали мы такой вот храм. Такой есть человек Придихин, очень красивый такой мужчина. в Московском архитектурном институте. Мне очень понравился его комментарий. Метро «Станция православная». Ну, точно. Ничего не скажешь, потому что, действительно, я живу рядом с Красными воротами. Там, как бы, какое-то влияние. Это с Андрюшей Адудом мы делали. Вот. Ну, и вот мастерская. Она была… Здесь много разных смыслов. Вот центральный, этот самый разгар, была центральная часть. Кое-кто уже на небо отправился там. Кое-кто еще жив. Из первого состава. Ну, в общем, сейчас, сейчас в таком виде мастерской, конечно, нет. И вообще все под проблемой. И последний кадр надо было поставить, наверное, вопросительный знак большой. Потому что будущее никто не знает. Что будет дальше, тоже непонятно. Очень много из нашей мастерской получилось таких серьезных творческих коллективов. В общем, дай бог им всем здоровья и процветания. Но в том виде, в котором она была, она, наверное, уже не соберется, я думаю. А может и соберется, неизвестно. Спасибо. Дорогие друзья, я напомню… АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ